ну вот дорога да вот ее край теперь я спущусь и покажу что под нами а вот что под нами то есть она сложена из вот таких вот камней и вот ее идет вверх вот это все ее борт здравствуйте дорогие мои друзья соратники а также случайные зрители как вы уже наверное догадались из названия речь сегодня пойдет о древних дорогах кольского полуострова меня часто спрашивают а что же послужило первопричиной моей исследовательской деятельности из чего все началось и теперь я готов ответить на этот вопрос это дороги древние дороги кольского полуострова ну что приступим пожалуй сначала я по этим дорогам просто ходил и особо не вдавался в подробности тем более что авторитетные старшие товарищи говорили что это дороги фронтовые но почему-то тут же путались в показаниях одни говорили что эти дороги построили немцы во время войны другие что наши а третий что финны но это так всего лишь частное мнение основная версия была что эти дороги построили немцы и да во время войны а потом моя маман поехала в италию ну и как водится вернувшись обратно привезла огромное количество фотографий среди которых были римские дороги и вот когда я рассматривал эти фотографии то вдруг вспомнил что такие дороги я уже видел вернее не совсем такие очень очень похожие и даже наверное круче в плане их реализации но и опять же в италии за ними следят ремонтируют реставрируют так как они являются архитектурными и историческими памятниками а что же на кольском мало того что их там никто не реставрирует а наоборот они только разрушаются так их там гораздо больше забегая вперед скажу но вот сколько этих дорог в италии десяток 2 а сколько этих дорог на кольском я конечно так скрупулезно то не считал но думаю что не сильно ошибусь если скажу что за время своих исследований я лично нашел порядка сотни таких вот дорог и несмотря на то что они разные по ширине и протяженности от нескольких десятков метров до тысячи а то и больше километров они есть и главное где в краю вечной зимы а что же по соседним странам финляндии и норвегии в финляндии я лично не нашел ничего а вот в норвегии да есть такая дорога но она одна и эта дорога также является архитектурным и историческим памятником сами же норвегия называют ее дорогой троллей и утверждают что к ее строительству они лично не имеют никакого отношения но они также как итальянцы считают свою дорогу безумно древней и утверждают что построена она за триллиарды лет до нашей эры а представляете что бы было если бы кто-то начал бы утверждать что в норвегии и в италии дороги построили немцы и во время войны я думаю что они сочли бы эту версию как минимум бредовой а того кто это утверждает накормили бы вкусными психотропными препаратами и не выпускали бы из комфортной палаты лет эдак 5 то ли дело у нас мало того что принудительную психиатрию отменили так еще и версия строительства древних дорог немцами на кольском полуострове считается основной более того сами немцы очень сильно удивлены таким вот забавным фактом потому что на территории германии таких дорог нет либо они их тщательно скрывают и это очередной масонский заговор ну а теперь давайте подведем промежуточный итог на кольском полуострове имеет наличие быть достаточно внушительное количество каменных дорог и это факт аналогичные дороги есть в италии их называют римскими и помпейскими это тоже факт в норвегии есть дорога троллей и это тоже факт а далее идут версии у итальянцев дороги строили древние римляне у норвегов тролли и древние боги ну а у нас как я уже говорил немцы во время войны ну а теперь давайте попробуем во всем этом разобраться и для этого мне безусловно потребуется помощь товарища майора потому что именно его кропотливая работа с архивными документами поможет внести ясность в эту запутанную историю на протяжении нескольких лет собираем материал буквально по крупицам для вас мы подготовили статью на которую я буду опираться в дальнейшем моем расследовании ссылка как всегда будет в описании история товарища майора началась в далеком 1979 году когда он с родителями проживал в одном из самых старых и исторических районов мурманска больничном застроенный деревянными домами еще в тридцатые годы и благополучно пережив войну он представлял собой практически отдельный поселок с единственными достопримечательностями большой каменной школы в стиле соцреализма и каменной мостовой а в тот период когда в самом центре города еще не везде был асфальт а во дворах лежали деревянные подмостки булыжная мостовая выглядела несколько вызывающе учительница в те времена непревзойденный авторитет пояснила что это строили пленные немцы а вот зачем они ее строили на самом краю города где кроме бараков ничего и нет отвечать не стала тем временем активно осваивая окрестности мурманска что было единственным развлечением мальчишек в доинтернетный период мы все чаще и чаще натыкались на аналогичной дороге ведущие от города в сторону и обрывающиеся в самых непонятных местах или уходящие далеко в сопке иногда около дорог мы встречали огромные камни причудливых форм или выложенные камнями рисунки в виде лабиринтов и пещеры и вот однажды один старый мурманчанин сидя как-то летом на лавочке разомлел от северного солнца и стала рассказывать совсем другую историю больше похожую на сказку он рассказал что к строительству этих дорог не только немцы но и вообще кто-либо из современников вообще никакого отношения не имеют еще в тридцатых годах сразу после ухода интервентов дороги уже были некоторые из них так и остались за чертой современного города потому что городу не имеет никакого отношения сам он будучи молодым специалистом и осваивая эти места слышал от тогдашних старожил что в районе современного мурманска еще в шестнадцатом веке был и крупный торг и селение соединенные дорогами не чита нашим и что дороги не просто выложены камнями а вдоль них стояли древние камни называемые сейдами и гурьями как отметки расстояний и важных мест а в окрестностях мурманска росли высокие леса пни от которых еще можно встретить в окрестностях и процветала солеварение с древних времен соль тогда ценилась на весь золото отсюда говорил он пошли все названия сопки саловарка у колы и варничная у мурманска на этом старик закончил свой рассказ а мы поблагодарили его и забыли об этом на долгие годы время шло и став управляющим крупного транспортного предприятия города мурманска я снова столкнулся с непонятными дорогами анализируя дорожные схемы я обратил внимание на несколько неиспользуемых дорог проложенных оптимально с точки зрения логистики запрос в министерство транспорта об этих дорогах и их назначение был однозначный данные дороги на балансе министерство не значится и о сроках возникновения и принадлежности информация отсутствует обратившись краеведом я получил сразу две противоположные версии по одной эти дороги построили немцы в 1942 году по другой построили еще монахи печенского монастыря в 16 веке было понятно только одно даже у именитых краеведов нет общей позиции и доказательной базы по этим дорогам в самом начале наших исследований сначала по отдельности а потом уже вместе мы решили оттолкнуться от распространенной версии дескать дороги сделаны немцами в период великой отечественной войны причем хочу отметить что наши оппоненты говорят именно о всех дорогах включая те о которых они и знать не знали мы же скрупулезно собирали информацию того периода выезжали на места боев и немецких баз анализировали немецкие карты и архивы вывод которому мы пришли в конце был для нас однозначен немцы могли ремонтировать достраивать пристраивать расширять адаптировать но никак не строить хотя я опять забегаю вперед давайте начнем с аргументации сторонников немецкой версии итак первое хорошо сделано значит делали немцы второе тут стояли немцы долго значит это они строили дороги третье немцам нужна была артерия снабжения и они ее построили четвертое на въезде на одну из дорог установлена табличка о запуске дороги швабенберг значит они ее и построили пятое есть фото на которых бойцы отряда инженеров тотто строят дорогу шестое на советских картах этих дорог нет на этом все аргументы сторонников немецкой версии заканчиваются а нам предлагают посмотреть на табличку и на несколько фотографий по первому пункту хочется отметить тот факт что немцы в одна тысяча девятьсот сорок первом году а в основном передвигались по так называемой титовской дороге но они почему-то эту дорогу не переделали они ее расширили и построили несколько хороших мостов не забыв при этом их пронумеровать а ведь эта дорога действительно была основной как и дорога ведущие к ней от печенге но и эта дорога старые участок сохранился в районе линии обороны самая обычная грунтовка а теперь давайте посмотрим на фрагменты старых дорог они даже визуально отличаются от основных с точки зрения стратегии немецких дорог в этом районе поэтому аргумент что немцы все делали очень хорошо не убедителен ведь основные дороги они так и не привели в идеальный порядок и вообще почему они вдруг решили строить дороги на кольском полуострове причем каменные неужели по всем территориям которые они захватили с дорогами было все в порядке и давайте уже раз и навсегда определимся что делали немцы на кольском полуострове воевали или строили дороги а вот со вторым пунктом я пожалуй соглашусь немцы на кольском действительно долго стояли и это факт позвольте в качестве примера я приведу вам одно событие невольным свидетелем которого являлся я в конце 80-х годов неподалеку от города заозерска тогда он назывался мурманск 150 началось строительство дороги общей протяженностью всего 9 километров к одному из объектов в андреевке при строительстве данной дороги были задействованы мощные ресурсы тогдашнего советского союза причем строить начали не на пустом месте так как древняя дорога туда уже была и вы сейчас видите ее фотографию а скорее часть дороги попросту адаптировали расширили положили бетонные плиты и так далее но для объективной картины хочу сказать что какую-то часть дороги действительно прокладывали с нуля потому что древняя дорога уходила резко налево сторону титовки местные жители знают о чем я говорю и что это за дорога а теперь угадайте сколько времени потребовалось дорожным строителям чтобы построить эту дорогу ну вот как вы думаете больше пяти лет или меньше всего 9 километров но так что какие версии напишите пожалуйста об этом в комментариях а я тем временем перехожу к третьему пункту и сразу же хочу сказать следующее старые дороги абсолютно не подходят для современного снабжения и логистики их ширина не более четырех метров и так как они приподняты над уровнем земли на 2-3 метра разъехаться на этой дороге просто невозможно даже легковым автомобилем и это неоспоримый факт но самое забавное то что немцы как вы помните стахановскими темпами строят канатную дорогу которая решает все проблемы логистики выпуск посвященные этому грандиозному и оригинальному сооружению есть у меня на канале ссылка будет в описании 4 и 5 пункт можно объединить в один и ответить следующее да действительно такая табличка и даже фото торжественного открытия имеются кстати это единственная дорога которую именно так открывали более того имеется и фотоматериалы на которых инженерные и строительные подразделения тотто что-то делают на дороге но если внимательно посмотреть на все имеющиеся фото документы становится ясно что на этих фотографиях запечатлены работу по ремонту уже существующей дороги при этом на нескольких снимках явно видно как они заделывают проломы которые остались после артобстрелов обычными досками наспех кроме этого инженерные войска немцев достроили старую дорогу позициям фронта и соединили ее с другими дорогами той же титовской которая напомню осталось в неизмененном состоянии одновременно вдоль дороги и по линии фронта были возведены укрепления и строения именно это и открывали торжественно как общее оборонительно транспортное сооружение что и зафиксировали табличкой символом подразделений тотто также стоит обратить внимание что данное подразделение строила и другие более сложные объекты на кольском а именно знаменитые кольца пулинахомаре но к ним почему-то ведет обычная дорога отсыпанная щебнем ну и наконец следует заметить что эти работы были закончены в 1943 году а в то время как еще в сорок первом году инженерные части немцев и части контроля дорог нскк получили общую схему в которой от печенге до моста тунтере было заявлено 36 километров готовых дорог а это вся протяженность древней дороги в этом районе ну а ответ на пятый пункт я думаю поставить точку в немецкой версии действительно на советских картах дороги отсутствовали и этому есть очень простое объяснение в период финской войны и в результате перекраивание территории в этом районе карты изымались и вносились изменения по границам и другим пунктам в этом выпуске я не буду затрагивать тему войны периода сорок первого сорок четвертого года на кольском полуострове и почему наши войска и штабы оказались без карт а данные по местоположению немецких опорных пунктов получали из разведки и уже непосредственно в ходе самой войны так как эта тема требует отдельного и развернутого выпуска сторонникам же немецкой версии я задам один простой вопрос а что советским периодом история кольского полуострова ограничивается и нет других карт более ранних ну вот например как это датированная 1888 годом посмотрите сколько на ней дорог а вот карта 1919 года и на ней тоже есть старые дороги но эта карта вообще 18 века 1745 год и старые дороги на ней есть а вот еще одна карта называется она карта руси исаака массы из атласа меркатора ходиуса амстердам 1637 год и знаете где находится эта карта в печенском монастыре и ее никто не скрывает обратитесь к любому монаху и он вам ее с удовольствием покажет также вы можете скачать эти карты у меня на странице вконтакте ссылка на мою страницу как всегда в описании ну а в качестве финального аккорда я хочу показать вам вот это и я никак не буду это комментировать я лишь зачитаю то что написано под этим изображением профиль полотна дороги от пустыни преподобного трифона к древнему монастырю 14 верст ну а я пожалуй на этой радостной ноте закончу данный выпуск так как считаю что мы с товарищем майором полностью разгромили немецкую версию не оставив от нее камня на камне но в следующем своем выпуске хотя вполне возможно он будет не один потому что занимаясь изучением дорог мы сами того не ожидая глубоко завязли в этой кроличьей норе мы детально рассмотрим и покажем вам структуру самих дорог а ведь помимо римских кстати римские это условное обозначение и что помимо римских на кольском полуострове есть еще и арийские дороги мы рассмотрим версию строительства древних дорог монахами и постараемся доказать ее несостоятельность и как следствие уйдем еще дальше в глубь веков и вполне возможно мы наконец-то ответим на вопрос кто же все-таки построил эти дороги ну а вы в свою очередь поддержите мой канал лайками и подписками вас ждет много уникального и интересного спасибо за внимание всего вам доброго